Когда-то давно, в начале нулевых, сотовые телефоны выглядели вот так. Буквально десятью годами раньше в жизни обычных людей не было и таких. Так что вот эти кнопочные аппараты, предназначенные исключительно для совершения звонков, по большей части пятисекундных, которые были бесплатными, и написание смс, все равно казались какой-то фантастикой, даже с таким по сегодняшним дням ограниченным функционалом. Ни о каком интернете на мобиле никто и мечтать не мог, а передача данных ограничивалась максимум заказом платных картинок и монофонических мелодий по смс из журналов. И если мелодии еще можно было набирать самому, или из головы, или из специальных книжек, то вот фоновые картинки уж извини, или заказывай за доллары, или выпрашивай у заказавших их до тебя корешей перекинуть их тебе по ик-порту. И это еще только в том случае, если у вас телефоны были одинаковые. Благо, моя Nokia 3310 была практически у каждого второго. Так что лично мне было проще. Все эти сегодняшние айфоны и андроиды даже фантастикой не казались. Просто вряд ли кто-то мог представить в 2000 году, что топовые компьютеры, даже ноутбуки, которые уже и начали появляться, но все равно стоили очень прилично. К примеру, одна из хороших моделей 2000 года, Sony VAIO PGC SRX99, с процом на 850 МГц, 256 МБ оперативки и жестким диском на 20 ГБ, стоил 1500 долларов, против 150 баксов за ту же Nokia 3310. Когда-нибудь превратятся в смесь телефона и компьютера, и практически каждый человек на Земле будет носить такой в своем кармане. Я понимаю, что сейчас в комментариях найдутся те, кто уже тогда все прекрасно понимал и знал, да еще и без проблем таскался везде с ноутбуком. Причем не только он, но и все его знакомые и друзья. И я честно очень за них рад. Но приведу свой собственный пример. Комп у меня и у приличного количества моих друзей тогда уже был, но у всех он был стационарным. А у меня на даче были очень богатые соседи, но даже у них никогда не было ноутбуков. А на даче им вообще было разрешено отвезти только старенький 486, потому что новый компьютер дорогой, ты что, вообще офигел, что ли, его из дома выносить хоть куда-то? Я точно помню, что это было как раз в самом начале 2000-х, потому что прямо совсем недавно вышли третьи герои, в которых мы все залипали, а на старой четверке они не шли. И именно тогда наша дачная компания и познакомилась с героями вторыми, которые на старом компе работали. А примерно к середине нулевых уже у достаточно большого количества моих знакомых стали появляться вот такие вот штуки. КПК. Неполноценный компьютер и еще даже не айфон с андроидом. Такая своеобразная переходная штука для тех, кто уже тогда просто не мог представить себя без электронного устройства под рукой, но носить с собой ноутбук не хотел, ну или просто не мог в силу стоимости хорошего ноутбука. И признаюсь честно, нафига люди тратили деньги на эти непонятные карманные печатные машинки, лично мне было совершенно непонятно. Привет, друзья! С вами, как всегда, Виктор Карасев. И именно в этом вопросе мы с вами сегодня и постараемся разобраться. Друзья, у кого-то из вас наверняка уже давно было желание не только играть в игры, но и, возможно, в той или иной мере приложить руку к их созданию. Профессия 3D-художника действительно востребована сегодня и не только в видеоиграх. И сегодня у вас есть отличный шанс не только узнать о ней сполна, но и попробовать в ней себя. Кто знает, может быть, это как раз то занятие, которое вы для себя давно искали. Школа NoWare School решила разрушить стереотип 3D-это сложно и разработала бесплатный курс по основам 3D-моделирования для игр, который длится всего одну неделю по 4 часа в день. Но при этом не только дает подробное представление о 3D в одном из самых популярных на сегодняшний день пакетов моделирования Blender, но и позволяет любому желающему попробовать свои силы в этой сфере и добиться результата в короткие сроки. Кстати, Blender, как и сам курс, полностью официально бесплатный, но при этом в нем можно создавать потрясающие вещи, будь то персонаж, автомобиль или космический корабль. Все зависит только от вашей фантазии. Курс предлагает слушателям создать собственную 3D-модель топора или другого оружия для игр. Все уроки доступны в записи, а все, что нужно для их посещения, это компьютер и интернет. А в течение всего курса вас будут поддерживать и консультировать кураторы школы. Конечно, за неделю невозможно стать профессионалом, но можно понять, интересно ли вам 3D и хотите ли вы развиваться в этом направлении дальше. А если вам понравится, у школы Nowhere School есть целый курс игровой графики Game Art, в котором разбирается полный цикл создания игровых моделей, реалистичных текстур и их оптимизация под настоящие игровые движки. Начните с бесплатного курса и попробуйте себя в роли 3D-художника. Заявки на участие в курсе принимаются по ссылке в описании. Расписание ближайших групп можно найти там же. Места на курсе ограничены, чтобы кураторы могли выделять достаточное время каждому ученику, поэтому спешите занять место в группе. Ссылка на курс 3D-моделирования игр в описании. Переходите, регистрируйтесь и делайте смелый шаг навстречу мечте. Чтобы понять, почему я не понимаю смысла в КПК, как в целом классе устройств, просто возьмите в руки свой телефон, посмотрите на него и представьте на момент, что с точки зрения связи он умеет только то, что умели телефоны в начале нулевых. Звонить и отправлять смс. Так вот, КПК не умели даже этого, потому что у них не было модуля сотовой связи. Возможно, у кого-то из вас был, например, плеер iPod Touch. Так вот, КПК это по сути то же самое, только с более слабыми техническими характеристиками. Да, еще и без мобильного интернета. Обратите внимание, я сейчас говорю про начало нулевых и именно про Россию. Вап-интернет появился у нас в 2000 году, но, будем честны, им не особо кто-то пользовался. GPRS появился в 2001-2002, но стоил он достаточно дорого. Вспоминаем наши звонки по 5 секунд. Да и зачем он вообще нужен на телефоне? Этот вопрос вы, кстати, могли задать еще и только, если ваш телефон этот самый мобильный интернет вообще поддерживал. А на 2002 год это умели только топовые трубки, которых у 90% пользователей нашего с вами возраста не было. Я, например, начал пользоваться мобильным интернетом только году к 2007, а то и к 2008, когда у меня появился мой первый смартфон, или, как их тогда еще называли, коммуникатор QTEC S100 на Windows Mobile. Это уже был симбиоз КПК и мобильника, после которых мы и пришли к Android и iPhone. И то, знаете, для чего я использовал на нем мобильный интернет? Для того, чтобы перед спуском в метро подгрузить на нем башорк и читать его несколько станций, пока я еду. Что? Почему до того, как спуститься в метро? Мобильный интернет что, работает там? Может быть, вы скажете, что еще и зарядка для телефона есть в вагонах? Тогда GPRS уже стоил не так дорого, как на старте, и чтобы сэкономить деньги на газете байки, байки, кстати, нужно было брать только красные. Они были круче. Петербуржцы меня сейчас поймут. Можно было просто подгрузить баш. Добавьте к этому отсутствие в КПК камеры, GPS-модулей и прочие современные высокотехнологичные мишуры. Ну, то есть их не было из коробки. Но желающие, да, могли приобрести ту же камеру, снимающую фото в 320х240, или GPS отдельными модулями. И то, естественно, не для всех моделей. А, ну и не будем забывать, что ладно мобильный интернет. Никаких Wi-Fi тогда тоже и в помине не было. К GPRS интернету или корпоративной сети более поздние модели могли подключаться через Bluetooth. Например, Palm, который будет в сегодняшнем выпуске, это умеет. Ну, то есть не умеет, а умел. Потому как к современному телефону его подключить не получится. Но это я уже забегаю вперед. Суть в том, что, на мой взгляд, если вы не работали в американской корпорации, где вам была постоянно нужна электронная почта и редактирование документов на ходу, да еще и если вы не имели кучу мест с Bluetooth интернет-хотспотом, или у вас не было мобильника, который может раздать интернет на КПК по Bluetooth, целесообразность покупки такого устройства имха была крайне сомнительной. И, несмотря на это, существовало огромное множество людей даже среди моих знакомых, которые такие девайсы себе покупали. Еще раз важный момент, ребят. Все, что я сегодня говорю, относится именно к нашим российским реалиям начала нулевых. Я понимаю, что та же фирма Palm, девайс, который мы сегодня будем трогать, свой самый первый девайс выпустила аж в 1996 году. И если смотреть именно на историческую часть карманных компьютеров, они очень серьезно повлияют на всю историю портативной техники. Да и не Palm'ом и Windows Mobile'ом единым. Чего только стоит тот же Apple Newton. Но это уже совсем другая историческая тема. А мы говорим именно о КПК начала нулевых и их использовании в нашей стране нашими гражданами. В рамках сегодняшнего выпуска это очень важно. Сегодня, благодаря моему подписчику по имени Петр, ко мне в руки попал вот такой представитель КПКшек. Одна из самых поздних и прокачанных моделей фирмы Palm' Tankstine E2. Новенький и ни разу не покидавший своего упаковочного блистера. Никогда не понимал такой формат упаковок, но, насколько я понимаю, он просто намного более бюджетный, чем полноценные многоразовые картонные коробки, в которых можно было бы хранить устройство и после завершения его срока службы. В общем, не для таких плюшкиных, как я. А как-то надрезать его с краешку, чтобы потом запихивать устройство обратно, еще и рискуя поцарапать его, или порезаться тонким пластиком, я, увы, не готов. Так что распаковка у нас сегодня в режиме Берсерка или Вандала. Тут кому какое название больше нравится. Сам девайс все еще смотрится вполне солидно. Стилус у него очень увесистый, это вам не пластмассовая тыкалка от Nintendo DS. По разъемам у нас тут место для SD-карточки, предусмотрительно закрытая пластмассовой болванкой, чтобы оно не забивалось пылью, если вы будете использовать ваш КПК без карты памяти. И нечего тут смеяться, чуть дальше мы увидим, что внутренней памяти тут более чем достаточно. Классический разъем для миниджек наушников и два проприетарных порта внизу для зарядного устройства и дата кабеля. Что ж, спасибо, хотя бы наушники сюда можно подключить самые обыкновенные. Помните, как у каждого телефона были свои различные гнезда для гарнитуры, чтобы вы не подключали к ним эти ваши серт-пати устройства, а брали капельки говеного качества за много долларов? А вы вон на Lightning у айфонов жалуетесь, мол, совсем яблочники поехали от жадности. А это вон уже давно до них было придумано. Конкретно в этой модели использование разъема, который называется мультиконнектор, обуславливают тем, что в него можно подключить не только дата кабель, но и специальную клавиатуру или док-станцию. И нет, у меня нет ответа на вопрос, а разве через USB нельзя? Мне кажется, что тоже можно. В содержимом коробочке дата кабель на USB, зарядка с комплектом вилок для использования в любой стране мира, ну или если не совсем прямо в любой, то как минимум в приличном их наборе. И фирменный чехол. Хотя, правильнее, конечно, сказать не чехол, а обложка для экрана на манер смарт-кавер для айпадов. Качество последнего, конечно, просто жесть. На сегодняшний день дешманское говно с Алиэкспресс иной раз сделано лучше, чем этот деревянный кусок пластика, обтянутый дермантином с торчащими из него нитками. Да еще и, плюс ко всему, возможно, его, конечно, так время покорежило, просто в ноль перекособочиной. Вставить в разъем на КПК я его, конечно, вставил, но вот выпрямится ли он хотя бы до положения, когда крышка будет закрывать экран, а не висеть под углом над его частью, большой вопрос. Естественно, также в комплекте присутствуют мануалы на различных языках. В то время макулатуры в устройствах все еще было более чем достаточно, не то, что сейчас просто QR-код с предложением читать все это в этих ваших интернетах. Ну и плюс наклейки различного назначения. Тут даже есть защитная наклейка для экрана. Да, прямо в комплекте. Жалко, только прямые руки для наклеивания с ней не идут. А, ну да, еще тут есть два диска с софтом для винды и мака. Очень круто доставать такие уже практически ископаемые вещи новенькими из упаковки. Спасибо еще раз, Петр, за такой крутейший подгон. Давайте посмотрим, что тут к чему, зальем на него всякие разные штуки и оценим, что же он умел и стоило ли таким пользоваться на практике, а не с точки зрения домыслов старого бурчащего деда. Первое, о чем нужно сказать, и Петр меня об этом предупреждал, аккумулятор 17 лет в коробке не пережил. Палм этот работает только от зарядки, хотя батарея в нем должна быть новая. Понятно, что ни одно устройство не рассчитано на 17 лет лежания до продажи, но все же мелочь неприятная. Теперь все тестирования придется производить привязанным к розетке. Петр писал мне, что тоже открывал один из таких, у него изначально было несколько запечатанных экземпляров, и через 10 циклов включения-выключения зарядки свой акун он раскачал до рабочего состояния, но мой пока все еще работать отказывается. Пока я вам тут бухтел про то, как космические корабли бороздят, мы уже успели откалибровать экран, выставить язык, дату, время и регион, и можно переходить к рекламному квиктуру для новых пользователей. В нем нам объяснят, что под экраном высокого разрешения сноска на полях разрешения 320 на 320 пикселей. У нас находится пятикнопочный джойстик, а внизу дырка для USB кабеля. Расскажут, куда вставлять остальную периферию, и что делают кнопки приложений. В целом, если вы имели хоть какой-то опыт использования ранних портативных устройств, нового вы здесь ничего для себя не найдете. А даже если и не имели, интуитивно, методом тыка, разобраться, что в пальме к чему, займет буквально пять минут. Дальше идет пояснение, что всю информацию на КПК можно очень удобно синхронизировать через персональный компьютер. Этим мы прям вот совсем скоро попробуем заняться. Уведомление о наличии в устройстве инновационного Bluetooth, сноска на полях стандарта 1.1, который позволяет спаривать устройства без проводов, с компьютерами, или, например, беспроводными наушниками. Забегая вперед, современные не работают. Например, AirPods и Palm не видит. Скорее всего, как раз из-за версии Bluetooth. И после всего этого идет самый прекрасный экран по меркам 2022 года, посвященный хранению данных. На вашем устройстве свободно целых 26 мегабайт. Этого более чем достаточно для хранения документов, фотографий и еще множества других вещей. Эх, 2005. Хотя, будем честны, даже для 2005-го это просто громкий слоган, потому как сразу после сообщения о необходимости бэкопирования нам также напомнят, что увеличить наши более чем достаточные 26 мегабайт можно при помощи карт формата SD, которые продаются отдельно. Нужную карту я нашел не с первого раза. Танкстин не съел SD-шки ни на 4, ни на 2 гигабайта. Судя по всему, максимальный поддерживаемый устройством объем 1 гигабайт. Нужно признать, что для данного КПК гигабайт действительно за глаза. Тут больше проблема в нахождении таких маленьких карточек сегодня. В общем, ладно. Это все понятно, можно переходить к использованию. Из коробки тут смотреть особо не на что. Пара фоновых картинок, блокнот, приложение для учета расходов. Крайне странное, кстати, приложение, которое предлагает разделить расходы на категории, но чтобы присвоить каждому расходу уточнение, то есть, к примеру, я вот записал 499 долларов расходов на этот палм. Чисто из головы, если что, едва девайс бюджетный. Он стоил 249 долларов в момент своего запуска против более ранних и мощных моделей средней стоимостью в 500 долларов. Да, но и нужно понимать, что начало нулевых было временем, когда чуть ли не каждый год появлялись новые и более мощные девайсы, а прошлогодние тут же падали в цене. В общем, с ценами на такие железки вопрос сложный. Так вот, чтобы присвоить каждому расходу уточнение, ну а точнее расшифровку, нужно провалиться внутрь, и там ее искать, в общем, это прям крайне неудобно. Ну да и ладно, мы этим пользоваться все равно не будем. По лошадиным силам тут под капотом Intel X-Scale аж на 200 МГц, а крутится на девайсе Palm OS 5, которую многие ругали за однозадачность и проблемы с локализацией. Сам не знаю, пользуюсь первый раз, до этого у меня был только Windows Mobile. Но говорят, что, например, русский тут из коробки крикозяберный, поэтому нужно будет наклеивать пластырь. Итак, чтобы продолжить знакомство с устройством, нам нужно что-то на него залить, а для этого требуется подключить его к компу. Снова пламенный привет Apple. Сказано, сделано. Вставляем прилагающийся компакт и устанавливаем софт на наш ПК. Все вроде как даже заводится, ошибок на Windows 10 не видно. Ну и чудненько. Установщик даже предлагает нам проверить наличие последних обновлений в интернете. Ого, вот это прям хай-энд технологии для 2005-го. Давайте разрешим ему это сделать. Ну а дальше все по дефолту. Пусть устанавливается. К сожалению, то ли сервера, на которых должны были лежать эти обновления, уже не работают, то ли просто установщик не смог установить диалаб-соединение, но интернет у нас на компе работает, а вот ПО для Palm до последней версии апгрейдиться не хочет. Ну да и бог с ним. Оставим пока все как есть, а там посмотрим. Тем более, что, насколько я понимаю, шестой Palm OS так и не вышел. Так что у нас и так, плюс-минус, самая актуальная операционная система. Установка прошла успешно. Запускаем наш Palm Desktop, и давайте подключим наш КПК к компьютеру для синхронизации. И знаете, что делает Palm с современным компом? Вешает его нахрен. После подключения КПК по USB, зацените, кстати, прикол, он даже подсветку USB нахрен вырубает. Наш комп не реагирует даже на Ctrl-Alt-Delete. Так что в синхронизации, малышу, нам придется сегодня отказать. Я попробую подключить его к компу на Windows XP, благо, такое у меня специально для таких случаев тоже имеется, но на данный момент для нашего овервью и первых тестов это совершенно не нужно, потому как весь софт мы все равно будем просто закидывать на SD-карточку. Да и запускается он прямо с нее без всяких дополнительных установок через настольный ПК. Ну, большинство из необходимого нам для тестов софта. Есть программы, которые требуют установки исключительно в память КПК, такой, например, оказалась игра Daedalus 3D. Но к этому вопросу мы вернемся немного позже. А сегодня хотелось бы получить хотя бы просто представление о возможностях данного устройства. Вместе с самим Палмом Петр прислал мне образ диска тех времен. На нем присутствует вот такой набор софта и игр. Диск датируется 2004 годом, так что здесь просто посмотрим, что предлагают, а за всем остальным пойдем в интернет. На первый взгляд, категории здесь ну просто завались, и получается, что у устройства-то есть прямо немало достойных применений. Помимо игр, в смысле. Скажу сразу, что единственное, с чем я сегодня точно не буду запариваться, это запуск вордовских и экселевских документов на этой штуке. Большинство КПК это не просто умеют делать, а прямо позиционируются для целей редактирования полноценных документов на ходу. Единственное, что здесь требуется, версия файлов соответствующего года. Но это скучно, поэтому будем смотреть более интересные вещи. Для начала заглянем в игры. Здесь оговорюсь, что в интернете я уже нарыл более интересные штуки, просто по повествованию в ролике решил сначала показать диск. Так что отсюда я взял только тот самый Дейдаус, который должен был быть 3D-экшеном, но с карты памяти запускаться отказался. Весит он аж 2 мегабайта, что для местного софта очень приличный объем. Большинство софта игр для Паун и половины метра не весят. Жанров игр, казалось бы, более чем достаточно, но при ближайшем рассмотрении большинство из них всякий кривой мусор, а действительно достойных единицы. Ну, максимум пару десятков. Говоря это, я не беру в расчет настольные, карточные и прочие игры, для которых графика не нужна. Понятно, что наверняка многие из них писались под более старые устройства, но Танкстин Е2 умеет уже намного больше, чем предлагают местные игры, поэтому именно палмовских для теста я взял всего несколько и поздних. А вот самая главная портативная игра того времени, Паун Хироус, несмотря на свое говорящее название, выходила, к сожалению, не для Паун Уэс, а для Windows Mobile. В нее я залипал уже на своем коммуникаторе от Qutec, но это уже совершенно другая история, ее мы оставим на какой-нибудь другой раз. А вот для Паун Уэс, помимо нескольких настоящих самородков, самым вкусным вариантом поиграть, на мой взгляд, были эмуляторы. И даже на этом диске их было ой как немало. Тут тебе и The X, и Game Boy, и даже с Кам ВМ. Солидно. Еще на диске достаточно много ПО для создания и управления базами данных. И в момент, когда я увидел их, причем не только в разделе с самими базами данных, но и в других разделах тоже, ко мне пришло понимание, зачем еще КПК мог бы использоваться. И тут уже не важно, в какой стране ты живешь. Действительно, в богатых и продвинутых компаниях такие штуки вполне могли использоваться для учета или инвентаризации. Удобно же, идешь по складу и сразу отмечаешь, что есть, чего нет, без необходимости бумажной волокиты или беготни до компьютера и обратно. Ну и, естественно, куча всяких импровизированных приложений, как и на сегодняшних смартфонах, присутствуют в библиотеке Палма в достатке. Например, кто бы мог отказаться от всей информации о футбольном чемпионате 2004 года в собственном кармане? Ну или от электронных правил дорожного движения и справочника по кодам регионов автомобильных номеров. Аудио-видеоплееры и сторонние просмотрщики картинок также в наличии. В общем, глядя на все это, я еще раз убеждаюсь, что КПК это, по сути, порезанный современный смартфон. Без телефона и без интернета. Добить список скачанного нами для теста софта я предлагаю в интернете. Заодно немножечко окунемся в интернет 1.0 и поностальгируем. На отлично работающем по сей день сайте HPC.ru есть абсолютно все, что нужно для карманных компьютеров. Я, не мудрствуя лукаво, просто зашел в лучшее по рейтингу для ПАУМ и стал смотреть, что тут предлагают. Первое, что прямо бросилось в глаза, карта московского метро. Вот, я же говорю, все то же самое, только без интернета. Весит карта целых 19 килобайт. Но тут нужно сделать пометку. Это не полноценное приложение, а по сути просто картинка для просмотрщика Fire Viewer. Да, Tankstine E2 модель максимально современная и умеет воспроизводить и полноценный JPEG, причем даже средствами встроенного просмотрщика. Вот, для примера, моя старенькая фотография, валявшаяся на карточке, которую я приспособил для этого ПАУМа. С процессором в 200 МГц это неудивительно. Но нужно понимать, что ранние КПК так не умели. Это раз. Вспомните хотя бы картинки на своих первых мобильниках. И два, в рамках ограниченного пространства для хранения файлов, логично было бы применить оптимизацию даже на более современных моделях. Вспоминаем, что экран-то у нас тут всего 320 на 320 пикселей. И вот для таких случаев как раз и пригодятся форматы, которые умеет воспринимать специализированное КПК ПО. Моя фотка при достаточно всратом качестве в JPEG весит аж 614 килобайт. А вот эта переконвертированная карта метро всего 19. То есть вместо одной моей фотки тут может поместиться аж 32 картинки. С 28 мегабайтами памяти в устройстве это прямо серьезная разница. FireViewer, через который я сейчас открыл эту карту метро, понимает изображения различных разрешений и цветности. Умеет зумить картинки удобнее, чем это делает стандартное приложение, а еще умеет воспроизводить видео. Хотя для последнего существует и более удобное ПО, предназначенное именно для видосов. И да, само собой, его нужно тоже перекодировать для воспроизведения. А качество будет не самое лучшее. Но к этому мы с вами еще вернемся. Palm Fiction одна из многих читалок для КПК. Здесь, думаю, останавливаться подробно не нужно. Опять же, как и с документами Word и Excel. Электронный текст самое простое и логичное, для чего можно применить карманное устройство. Почему бы тогда не подогнать его для удобного чтения электронных книг? Этим мы пользовались издревле и везде. Помните, для PSP даже делали софт для удобного чтения манги? Оказывается, существует даже альтернативный софт для установки программ на КПК, минуя официальный хот-синк. Одно из таких я качну на будущее, но сегодня мы их рассматривать не будем. Судя по сайту, все же самый популярный софт, несмотря на наличие всяческих специфических раздач, типа конспект по истории государства и права зарубежных стран, ПО для конвертирования и просмотра видео на КПК. Ну, кто бы сомневался. Для чего на самом деле люди всегда хотели иметь карманное устройство? Правильно, чтобы смотреть кино и играть в игрули. Музыка сюда же, но это скорее приятное дополнение, чтобы все было в одной куче, потому как к 2005 году с недорогими MP3-плеерами на рынке все уже было хорошо, а вот с карманными видеомагнитофонами еще нет. Если специально конвертировать видео определенным конвертером под определенный проигрыватель, вот, например, насколько я понял, самый популярный из них для Palm называется Kinoma, можно добиться вполне смотрибельного видео. Мы уже видели, как работает тот же флаг в Fireviewer, но это я знал и без дополнительной помощи. Я уже как-то рассказывал, что как раз в районе 2005 мне в руки попадал плеер от Samsung с крошечным экраном, на котором можно было ломая глаза смотреть сериалы. Это уже не новость. Да и какая-нибудь Nokia 3650, вышедшая еще в феврале 2003-го, на целых два года раньше этого танкстина, могла вполне сносно показывать 3GP-файлы. В основном народ заливал, конечно, какие-нибудь клипы, а не кино, но суть остается той же самой. Технически это все было возможно, но потратить время на конвертирование, а главное, на взлом всех этих конвертеров, вон тот же плеер Kinoma распространяется бесплатно, а за конвертер просят 30 баксов. Было нужно. Помню, что кодировались видосы тогда еще ой как не быстро, и это, конечно, был скорее понт, чем рабочее решение. А сегодня, признаюсь, мне еще и просто жалко тратить время на такие решения, чтобы просто показать 30 секунд и так всем очевидного в длинном общееобзорном ролике. Но мне интересно другое. То, в чем я действительно не уверен, но то, что в теории должно работать. Технически процессор в 200 МГц более чем способен воспроизводить полноценный импег 4 даже в хорошем разрешении. А тут на экране в 320 на 320 нам будет достаточно еще и половинчатого от нормального качества. И вот как раз возможность воспроизведения полноценных, пусть и урезанных по разрешению импежек, мне очень хотелось бы заценить. Различных плееров, поддерживающих DivX и XVid на HPC.ru тоже немало. Я нашел на Рутрекере уже готовые видосы. Интересно, что в 2022 их до сих пор кто-то раздает. Немного, но есть. Я взял кино про Альфа, серию Футурамы, Доктора Хаоса и Лай Ту Ми. Весят они примерно от 50 МБ на 20 минут и идут в разрешении 320 на 240 для полного экрана и 320 на 160 на 160 для широкого экрана при битрейте 300-400 кбит в секунду. На компе они отлично работают, как оно выглядит на HD-экране вам сейчас тоже отлично видно. Но давайте посмотрим, что же будет на КПК. Палмувит у меня видеть файлы отказался, а вот ммплеер да, пожалуйста. Проигрыватель опять же условно-бесплатный и начнет нам гадить уже через несколько минут от начала просмотра, иначе как же было заставить людей платить или искать кряки, правда? Но для теста нам будет этого более чем достаточно. И на первый взгляд все работает просто замечательно. Не знаю, как вы, но я бы прямо с удовольствием смотрел вот так кино в те времена в общественном транспорте и не мог бы и мечтать о чем-то большем. Хорошие новости! Я изобрел устройство, которое позволяет управлять механизмом на расстоянии. Я назвал его удлинителем. Смотрите! Вот так! Вот! Вот! Но, к сожалению, через 30-40 секунд просмотра видео начинает подвисать. Звук продолжает идти без каких-либо проблем, но вот картинка как будто бы несколько секунд буферизируется, чтобы догнать звуковую дорожку. И чем дальше, тем чаще такое происходит. Доктор Хаус на первый взгляд работает вроде бы так же, но спустя несколько секунд становится видно, что все же подтормаживает еще больше. Возможно, играет роль вдвое больший размер файла. Все-таки серия Футурама идет 20 минут, а Хаус 40. А еще через несколько секунд плеер вообще выкидывает сообщение о том, что или видео, или аудио-битрейт слишком большой и не может быть обработан в реальном времени. полноэкранный полуторачасовой фильм Проект Альф вообще жутко лагает. И это при том, что битрейт у него всего около 250 килобит в секунду. Серьезно меньше, чем у остальных наших видеофайлов. Пусть лучше будет плодник. Я даже согласен купить травяной настой. Все свободны. Между прочим, я встречалась с лейтером Рафатом. Он не только похож на Рингу, он барабанец намного лучше. А вот Light to Me внезапно немного проседает по фреймрейту, но при этом отлично работает вообще без подгрузок. Я посмотрел несколько минут, и все было прям отлично до того момента, пока плеер не начал выкидывать на экран сообщение о том, что нам нужно срочно зарегистрировать его. Короче, опять дай день. Интересно, что если сравнить характеристики файлов House и Light to Me, у них все практически одинаковое, только битрейт отличается буквально на 40 килобит. Мне кажется, что если поковыряться и найти действительно хороший плеер, полноценный MPEG-4 на этой пальме по меркам бюджетных карманных видеоплееров 2005-го будет вполне смотрибельным. Ну и опять же, как альтернатива, всегда остается вариант для извращенцев с точным перекодированием и подбором идеальных бит и фреймрейтов. Круто. Действительно круто. MP3 работает совершенно без нареканий. Тут, думаю, тоже не нужно ничего комментировать. Как может быть иначе, если мы сейчас видео запускали и в принципе без проблем смотрели? так что давайте краем глаза оценим еще один самый важный момент, без которого никакое электронное устройство не может считаться электронным устройством. А именно, может ли этот Palm запустить Doom? Ролик сегодня получился уже очень большой, поэтому игры для Palm и подведение итогов по вопросу действительно ли КПК был мастхэвом и я просто ничего не понимаю или все же можно было потратить несколько сотен баксов в начале нулевых на что-то более полезное мы оставим на следующий раз. Закину вам удочку ожидания, достойные игрули для Palm у меня действительно нашлись и если бы мне тогда попал в руки какой-нибудь The Quest, пропал бы я в нем не меньше, чем пропадал в Palm Heroes на своем Кутэк несколько лет спустя. Помимо этого как мы уже видели выше для Palm существуют еще и эмуляторы и скажу сразу да это более поздняя разработка эмулятор который вы видите сейчас на экране вышел аж в 2008 но на Танкстине можно запустить не только какой-нибудь The X Spectrum или Atari с геймбоем но и NES Sega и даже SNES игры вот это на мой взгляд прямо серьезная заявочка на успех ну и отвечая на поставленный мной вопрос да Doom на Танкстинге 2 тоже замечательно работает в него можно подгрузить оригинальные вады и гонять в свое удовольствие учитывая наличие на КПК большого количества физических кнопок это даже плюс-минус ну если и неудобно то хотя бы не так болезненно как играть в 3D-экшен на тачскрине да Doom очень долго грузится и ругается на недостаток памяти но работает даже без дополнительных плясок с бубном в следующем выпуске мы все равно будем ставить еще и UDMH для распределения памяти под эмуляторы и тогда решатся и эти проблемы но повторюсь даже без него Doom побежден а это как минимум значит что второму выпуску пропал он быть и быть совсем скоро спасибо за внимание друзья надеюсь было интересно как обычно если понравился ролик не забывайте поставить ему большой палец вверх а также подписывайтесь на мой канал если сегодня здесь вдруг впервые еще хочу отметить одну важную вещь в это воскресенье 26 июня у нас на канале в формате стрима пройдет онлайн концерт моего музыкального коллектива неоткрытая авоська жду всех желающих ребят приходите поддержать мне будет очень приятно ну и если честно это достаточно важно особенно если вам нравится то что мы делаем с музыкальной точки зрения до скорых встреч удачи с музыкальной точки зрения